я подумал что же вера такая классическая у нас классичная женщина в результате набрал инструментов от расческу у оксаны подрезал на умовой спасибо и значит первое что друзья сделать нужно ну после того как вы подрезали инструмент у всех в работе что важно нужно организовать свое рабочее время вместо вот посмотрите у нас там висят заповеди дмитрия вошешников мои 2 никогда их не нарушайте первое это организую рабочее место а вторая не работа никогда под давлением если чувствуешь на сердце что-то у тебя тоскливое проверь может и место не организовал организовал может клиенту и сволочь сидит недовольный значит выстроить с ним отношения заново улыбнись предложи ему чаю настрой отношения только потом продолжай работать так вот что я подумал вот вера у нас у него прямая сухие сухих волосах прямая точная такая значит стрижка каре наверное да и масса больше вы распределена уже к низу а я говорю вера давай может тебе чуть поднять но как-то помоднее подвижовье но на лице оставить лицо лицо волосы на лице оставить она говорит ну давай а я не стриг уже с когда ты говоришь после растрик двадцатом году да на мастер-классе нет я еще проводил эти как и называется наши лаборатории то есть я разрабатываю формы в деметриус до сих пор но как инженер как человек который понимает как это все устроено их до чистоты допиливают до идеала доводят тренеры всегда работайте с кобурой никогда не работайте вот так вот бегать туда-сюда всегда нужно организовать рабочее место друзья за день сколько раз вот так движение сделаешь и ступня устанет и икра устанет и спина устанет всегда стою ровно прямо еще на на тележках есть вот такие дырочки есть уж нет кобуры то нужно вешать ножницы туда нельзя их класть они полотнами бьются и тупятся но это то немногое что я помню из своего парикмахерского опыта то есть я как инженер еще раз сейчас как инженер просто выстраиваю форму ее потом наши наши тренеры по идеи да как это бывает они потом допиливают эти формы но я пока я выстраиваю исходя из того что я вижу я знаю какую форму я хочу я хочу затылок чтобы был текстурный я хочу чтобы была длина на лицо чтоб не было массы вот у неё здесь большая масса вот здесь вот большая масса вот здесь я хочу эту массу брать затылок поднять что было текстура здесь и здесь тоже все было легкое, а у лица практически сохранить. Масса, которая у него у лица меня устраивает, а вот которая на затылке масса и тут меня не устраивает. И как человек, который все-таки разработал технику стрижки Деметриус, я знаю, как этого добиться, но исходя из того, что есть уже у нее на голове. А я даже не знаю, что у нее на голове, я только часто смотрю. И то есть я буду сочинять работу на ходу, просто владея техникой. Есть три уровня развития мастера, друзья, три уровня. Вообще развитие в мастерстве. Уровень первый, это имитация, да. Уровень второй, интерпретация. Уровень третий, импровизация. Имитация это что такое? Посмотреть у другого и повторить. Многие застревают на этом уровне. Они только посмотрели и повторяют то, что они видели. Один раз я выступал в Питере на одном большом, в Питере на стенде, значит, на Невских берегах, по-моему. И мне один технолог говорит, я его уважал, думал, что он классный, сильный мастер, он мне говорит, я одну стрижку такую знаю, он мне говорит, сейчас тебе покажу, вот так вот так отрезать, и я понял, что он еще не крутой. Он рассуждает, как человек, который знает какую-то стрижку. Он еще на первом уровне, на уровне импровизации, вернее, на уровне имитации. Он просто знает какую-то стрижку, как ее отрезать и чтобы ее повторить. Но, друзья, вот послушайте, сейчас еще говорю, есть три уровня развитости. Имитация, импровизация, вернее, имитация, интерпретация. Сперва имитируешь то, что увидел, потом начинаешь интерпретировать по-своему, что-то добавлять свое, а потом уже в полной мере импровизировать. Но теперь задайте мне вопрос, а может ли человек быть на первом уровне круче, чем человек на третьем уровне? Да, да. Если ты пришла в салон красоты, у каких-то старых бабушек учишься, у каких-то старых бабок, если ты учишься, ты можешь хоть потом сколько импровизировать, все равно у тебя вкус говно, все равно у тебя будет получаться то, что бабушки старые тебя научили. Но если ты изначально получал высокий класс Деметриус, ты можешь всю жизнь только имитировать, даже не импровизировать, даже не интерпретировать, а только имитировать. И ты будешь кучу денег получать, и у тебя будет куча благодарных клиентов, потому что им этого достаточно. Приехал Деметриус, купил, уехал, продал. Кто из вас не знает Дмитрия Вашешникова, пишите букву Н, не знаю. Вот смотри, что я придумал сделать. Я вижу, что у него как бы ножка, это ножка называют, это не ножка, вы поняли, кто типа по старой советской схеме учился, на затылке есть. И я ее оставлю. Более того, я параллельно разобранному пробору сделал ребро жесткости, прямо на расческе. Только чуть-чуть просто, чтобы была точность. И дальше в сведении на нет. Это называется техника сведения на нет. Вот так вот это делается. От верха иду вниз, от массы к нулю. Это называется сведение на нет. Но я учитываю, что у него волосы растут вот сюда, поэтому подтягиваю против роста волос. И вообще всегда иду от самого, от пробора. И вот в сведении на нет свожу на нет. Но не прямо на нет свожу. Эта техника называется сведение на нет. Чем отличается от тушевки? Тушевка снизу вверх идет, сведение на нет сверху вниз идет. Как сверху вниз? Вот так вот подхватываешь ножницами. Вниз отчесал, снова подхватываешь и сводишь лишнее. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте Дмитру, пока мы здесь развлекаемся с... Смотрите, это конкурсная работа. Вот, то есть, эта работа не подготовленная, не продуманная. Просто я на ходу сочиняю, стрижку и все. Как она пришла бы ко мне в салон, к человеку, который много лет уже не стрижет. То есть, у меня много лет уже нет парикмассалонной практики. Я, кстати, замечал, когда, когда долго не стрижешь, например, мужскую стрижку берешь, и ты не чувствуешь волну, как бы не чувствуешь, нет, ну, тонкая моторика рук уходит. Ну, и зрение уходит. И вот я читаю, например, вот я, например, читаю сейчас лекарства какие-нибудь, старый человек стал. Или вот какой-нибудь тюбик парикмасский. Там мелкий шрифт, я не могу прочитать. А раньше читал вообще супер. Вот что я замечал, я встаю к станку, даже где-то ученикам, меня глаза не видят, потом настраиваюсь, поймал фокус. И вот буквально два часа, три, все, моторика восстанавливается пока. Может быть, скоро надо будет пять часов на это. Потом я читаю любую мелкую херню опять. Все, беру, читаю, глаз настроился. Вот у парикмахеров, если они не злоупотребляют работой, а я вам всем запрещаю работать больше четырех дней в неделю, вот если они не злоупотребляют, у них хорошее зрение. Но они многие злоупотребляют. И вот смотри, у него был затылок мощный, тяжелый. И я сейчас просто его сделаю легче. А вы представьте себе, что там, представьте, это были длинные волосы. Я бы сейчас, ну я сейчас покажу, что здесь. То есть сперва вот эту сделал ножку я. Представьте, у него были бы длинные волосы. Я бы сперва сделал ножку. Перемотайте заново, посмотрите, что же за ножка такая. Какой пробор у этой ножки? То есть как она, по какой форме она, то есть как она сделана? Понятно, да, о чем речь? Вот такая. Дальше параллельно этой ножке, вот у нее еще где-то вот такая масса сверху. Я может еще на два разобью. Посмотрим. Параллельно этой ножке вы разобрали пробор и убираете длину. Вот я думаю сейчас. Вот смотрите, помните, да, я оставляю длину лица полностью. Вот я на нее вышел. Можно, можно даже затылок потом тебе еще. Посмотрите, что техника Деметриус дает. Если вам человек скажет по ходу, ой, я хочу покороче. Видал сосуни, например, он скажет, ой, а можно покороче? Вы будете мыть и заново опять восемь часов стричь. А здесь я блок разберу просто прямо по сухому. Даже машинкой его сведу на нет. Вот здесь. Машинкой сделаю короче затылок. И эту еще подниму короче, например. Это займет там опять. Ну там еще меньше будет, чем было. То есть я ее сейчас. Вот если не разговаривать и стричь. Ну 25 минут времени, наверное, я ее постригу. Но я еще на ходу сочиняю стрижку. Поэтому я оставляю себе условно типа час. Теперь что я делаю? Смотрите. У меня есть длина. Я длину не трогаю. И я просто с оттяжкой немного на затылок, шаг сантиметр, градуирую прядь. Длину оставляю. Убираю лишнюю массу. Видите, вот эти волосы. Вот она длина. А вот эта масса, я ее убираю. Чуть-чуть оттягиваю на предыдущую прядь на затылке. Шаг с сантиметром. Наталья, нет смысла смотреть, потому что вы хотите видеть стрижку. Но если вы хотите послушать великого Дмитрия Вашешникова, то имеет смысл посмотреть. Посмотрите, я постриг и волосы сразу легли. Когда парикмахеры... Я у них спрашиваю. На тренингах даже на своих иногда. Думаю, пошучу. Кто парикмахер? Ага. Вот почему одна сторона сюда лежит у человека, а другая сюда? Так растут волосы. Ну, у Вас стаж 10 лет, 20 лет. Вы что, сумасшедшие? Кто Вам это рассказал? Это чистый косяк мастера. Если у Вас одна сторона сюда лежит, другая сюда, это потому что Вы не умеете стричь. На такой длине, тем более на более длинных волосах. Объяснение только одно. Вы не умеете стричь. То есть, я здесь стригу угол такой, сюда перехожу, и угол опять такой. Понятно, да? Угол-то надо руку менять, угол менять. Они здесь, сюда лежат, правильно? Они так срезаны. Эта сторона так же срезана, поэтому тоже лежит сюда. От угла среза зависит. Угол оттяжки, угол оттяжки. Видите, как я? Вот здесь хоть сколько буду причесывать, они так не лягут. Поэтому, когда, типа люди говорят, классическая каре, по миллиметру спускают волосики люди, по миллиметру, и по миллиметру стригут. И снова, когда ты стрижешь все вниз, всегда будут они выпирать. Никогда они не лягут нормально. Хоть Вы усритесь. Ну и пошел в другую сторону. Вот видите, у меня есть контрольная прядь. Захват какой. Люди, когда смотрят по видео, учатся. Я по видео научил стричь. Они даже, когда здесь люди смотрят у тренера, потом хватают, вот так хватают. Вот. Вы понимаете? Вот так вот. И да, будет лежать. Но это совсем не то. То есть люди смотрят, а когда встают стричь, им даже в голову не приходит, что на самом деле срез-то, угол-то среза вот сверху вниз. То есть, ну, поняли? Вот такой. И после даже демонстрации тренера я захожу в зал, многие мастера по-прежнему интуитивно как-то, бессознательно. Я уже говорю Лене Марии, Лена, почему так-то? Она говорит, а потому что, у нее есть какое-то объяснение у Лены Марии, сейчас я забыл какое-то, пытаюсь вспомнить. Ну, потому что как-то интуитивно им это кажется правильно. Ну, потому что до этого так сказать. Но тоже почему-то интуитивно. Правильно так кажется. У меня, кстати, еще пока что не легли как нужно, но я сейчас все равно добьюсь, чтобы они легли как нужно. Потому что я понимаю, где это, в каком месте это исправлять. Ага. Вот уже, видите, ложатся. Я срезал, а они, видите, сюда лежат. Но это мой косяк. Я ни на кого валить не буду. Но еще раз говорю, что я длительное время не стриг. Я сейчас найду, где этот косяк, где это в срезе. А в срезе это где-то вот здесь вот. Вот. И они у меня лягут все равно. Потом еще по сухому проверю. Вот. Уже ложатся. Ну, вот здесь еще что-то капризничать немножко. Это легла. Ага. Проблемы на встрезе. Сейчас контрольная у меня оттяжка проверочная. Параллельно пробору я проверяю, все ли чисто у меня пострижено. Проверяю сам себя, молодец ли я или не молодец. В технике Диметриус, если ты только-только первый день стрижешь, но ты усвоил именно технологию саму понял, риск ошибиться минимальный. Риск прямо накосячить вообще сильно минимальный. Это знаете, сколько я видел таких случаев. Когда люди без техники, девочка приходит с такими волосами. Уберите, говорит, сантиметр, достригли вот до такого. А почему? Например, отсюда начинает человек стричь, а она у него на удлинение пошла. Он встал вот так, смотрит, о, здесь длиннее. Встал сюда, начинает здесь стричь. Понимаешь, да? И опять выше. Ну и там еще, это одна из ошибок. Там штук семь таких ключевых ошибок. Задача какая, чтоб волос был вытянутый. Видите, только тогда я могу пробивать их с пойтингом. Или как это называется уже? Пойтинг. Пойтинг. Потому что, если волос не протянут, а у большинства людей волосы вообще не вытянуты. Фотки посмотрите в свои собственные ВКонтакте. Вот так лежат, все концы вот куда-то завернуты. Или это сюда лежит, это сюда. Или что-то вот так накрутили на башке. Но это дешево. Это не то, что дешево, это отвратительно. Волосы должны лежать прямо. Потому что это дорого. Потому что это сложно сделать. Очень легко волосы уложить кренделями. А ты уложи их прямо, чтоб лежали. Не можешь, поэтому кренделями наворачиваешь. Чтоб косяков не было видно. И потому что пошлый колхозный вкус. Кренделей навертеть, это пошло. Но это не объяснишь. Просто нужно верить тем, кто крутой. Вот просто поверьте мне и все. Смотрите, мне еще кажется, здесь густовато. Видите? Что нужно понимать? Если в горизонтальной оттяжке ты вот так пробиваешь, уходит длина немного. Если нужно, чтоб тебе на концах ушла густота, то должна быть вертикальная оттяжка. Вот так. Шаг сантиметр. Можно вот так взять. Раз. В расческу. И расширить прядь. И пробить уже. Очень важно, чтобы пальцем только большим двигать. У меня тоже это трудно удается. Потому что меня плохо учили. Вернее, я вообще нигде не учился стричь. И поэтому мне руку не поставили. Я потом уже понял, когда стал старше. Но уже привычки сохранились. Но от своих тренеров я требую. Тренеры у нас, у них руки поставлены. Я требую, чтобы они ученикам ставили, чтобы не тряслись у них. Чтобы они не всей рукой, а только большим пальцем. Но сам это я не овладел. Потому что мне пришлось самому все это проходить на своей шкуре. Но это плохо, потому что это лишает точности работу. Здесь, значит, задачу я мог решить по-разному. У меня была дилемма. То есть, понятно, я либо мощный затылок, но я решил текстурный. Понял надо, нет? Короче, вот как я сейчас делаю. Мы в тех, какие деменции мы можем сделать по-разному. Ну вот я решил так. Вы знаете все, что мы стрижем обычно в каре каждую прядь длиннее предыдущей. А здесь я делаю эту прядь короче предыдущей. Зачем это нужно мне? То есть, видите, я оттянул вверх и оттянул еще от центра. Видишь, это у меня сохранилась длина. Это, да? Вот она сохранилась. Я чуть подберу сейчас еще. Вот длина. Вот сухие, видишь, сухие. А вот сырые. Смотри, вот я себя внизу оттянул. Обычно каре мы стрижем вот так. Вот было бы как. Это было бы под каре. Понял? Но я на оттяжке не на нулевой делаю, а поднимаю волосы. И у меня что получается? Сырая прядь длиннее предыдущей сухой пряди. Поняли или нет? Вот у меня под рукой сухая прядь. Я ее вижу. Вот так захват был сверху такой и оттяжка вот такая. Притом, смотрите, здесь не нужна прямо какая-то точность вот в этой стрижке. Она потому что текстурная все равно будет. Здесь точность какая-то прямо не нужна. Но все-таки нужна какая-то последовательность, логика. Теперь что я сделал? Я опустил кресло ниже. Потому что всегда работай как тебе удобно, не как клиенту. И следующая прядь, она у меня срезанная внизу, просто длина. Теперь я должен ее градуировать. Что нужно понимать? Видите, макушка как растет в разные стороны. Если слишком коротко будет и будете градуировать, макушка оголится. Нужна некоторая масса. Но у меня длина достаточно и массы хватит, поэтому. И градуирую. Захват, видите, какой, как я руку ставлю? Пальцы как у меня стоят, видите, куда? Еще раз говорю, не сюда, не прямо, а прямо вот туда. Видите, сразу прядь ложится как? Видите, сразу срез легла, срез легла. В зависимости от густоты волос, вы будете делать угол среза более острый или менее острый. И подтягиваю немножко к макушке. Видите? Четко нужно понимать, что у меня есть нижние волосы. Вот этого, как сказать-то? Короче, снизу волосы этого блока определяют длину, я не должен их срезать. Я сейчас не буду это рисовать. На зеркале. Это вот, ну да, кто хочет вам нарисует сейчас. Что мы знаем уже, наши все офисные сотрудники даже знают. Есть точка А, точка Б, точка А определена в срезе, значит, на нулевой оттяжке. Когда ты ее поднимаешь, ее видно, она становится короче, а когда ты волосы поднимаешь, они вот так становятся длиннее. Это точка Б. Вот. И вот я их соединяю между собой. Но точка не должна уже быть короче, она уже отрезана. Кто учился, понимает, кто не учился, на канал Деметриус в Ютюбе, там тысячи видео, смотрите, миллионы, и приезжайте учиться потом сюда. А вот смотри, а вот смотри, я сейчас все расскажу. А мы перестали им бороться за это, мы перестали им это доказывать. Мы просто сделали, у нас есть короткие блоки. На этом ты пикси отработаешь, на этом, значит, коры. А в конечном итоге ты все равно выучишь технику стрижки Деметриус. Через некоторое, после некоторого опыта у тебя приходит, ну, чуйка и понимание. А как бы вот здесь в Деметриус мы подстригли в этой ситуации? И ты начинаешь так стричь. Для этого нужно много пройти блоков, много обучений разных. И у тебя сложится техника. Вот видите, у меня прядь не ложится сюда, но я добиваю, я ищу срез. Почему не ложится? Потерял чуйку, забыл как срезать. То есть я изобрел эту технику, но я забыл как срезать, чтоб оно легло. Но я ищу. И я понимаю, что миллиметр где-то не допилил и не ложится. Но она у меня уже легла, на самом деле. Я просто каплизничаю. И контрольная оттяжка. Параллельно пробору я ставлю волосы. Как я держу прядь? Вот с этой стороны. Вот с той. Предыдущую прядь я даже не бросил, я держу ее в руке. Видите? Видите, я держу. Сто лет не стриг, чтоб не спуталась, чтоб не упала сюда. Потому что я еще продолжаю вычесывать. Вот теперь могу бросить. Это не обязательно так делать, я так делаю. Видите, опять держу. Видишь? Вот она мне. Ну как бы она мне, чтоб не мешалась просто. Вот так расческу взять можно и расширить. Видите? И мне теперь легче пробивать. Шаг в сантиметр максимум. Ну, полтора, может, я могу себе позволить. То есть, чем тоньше шаг, тем больше контроля. Вот я ее так развел прядь, расширил. Еще сейчас это расширю. Видите? И пробиваю. Сейчас я сочиняю, да, если бы я вторую делал стрижку такую, я думаю, что я бы справился условно там, ну, может быть, за 24. Ну, вот я просто знаю опыт свой, я знаю, как я стриг. Да. Я очень хорошо чувствую время, друзья, кстати. Это у меня развитое, я не родился таким. Но я очень хорошо чувствую время. Дмитрий, а сколько у вас клиентов? 14, 16. Каждый день? Притом 3-4 окрашивания я делал. Каждый день? Я работал, во-первых, очень быстро. Во-вторых, у меня, я одного стригу, двое еще сидят в краске. И вот так вот. Я сейчас, я учу, что сейчас так делать нельзя. Но почему я имею право так учить? Потому что я это прошел. И я очень люблю мастеров, ценю, которые этот путь прошли. То есть, если мастер мог так работать. Понимаете, медленнее работать он всегда сможет. Дороже работать, если поправить ему психику, он сможет. Но вот скорость такая, не у всех есть. Желание клиентов огненное. Сидеть, ждать, быть пятым в очереди. Или кого-то подождать. Не у всех есть. Я таких еще мастеров видал. В Москве одну девочку видал. Когда она одну стрижет, другая в краске. Третья уже подошла. И все ее любят, этого мастера. Никто не нервничает в очереди. И у меня так было. Это показать, что ты человек классный. Что ты нужен людям. Что тебя клиенты ценят. Что они готовы тебя ждать, терпеть. Но ты насладись этим год, полтора. Все. Потом иди дальше. Не надо всю жизнь так провести. Всю жизнь так работать нельзя, чтобы у тебя люди на головах сидели. Это мешает классу, мешает качеству. Если ты в технике деметрию стрижешь, будут ждать. Просто мы часто очень видим. Знаете, вот люди пишут там в соцсетях. Пишут что-то. Вот клиент. Что-то клиенты не хотят. Что-то клиентов нет денег. Я вообще не понимаю. Жалуются нам. Я вообще не понимаю, чего они пишут. Чего они жалуются. Искренне не понимаю. Я просто одно понимаю. Ты говенный мастер. А. Либо ты не умеешь стричь. Б. Либо ты не умеешь доносить ценность того, что ты делаешь. В. Ты вообще неприятный. И тебе никто не хочет ждать. Ты некрасивый. У вас в Москве-то, конечно. У вас в Москве-то, конечно. Да, да. Да я бы в любой деревне у меня жить, ждали бы. Просто надо быть интересным, чтобы тебя ждали. Пожрать несут. Им это ценно. А вы им не ценны. А и вы это сами разрешили. У вас сердце не болит из-за этого. Вы сами такие же. Вы не в деметрус деньги несете на учебу. Вы пожрать деньги несете. Правильно? Я еще не про каждого из вас, но так в целом. Про 90% парикмахеров. Ну, как вы относитесь к жизни? Ну, не 90, а 80% парикмахеров таких, да. Ну, 90% людей. Как вы к жизни относитесь, так и другие к вам относятся. То есть, если человек жалуется, он сам такой, значит. Он это видит, потому что его глаз это цепляет. Потому что он сам такой. Подобное опознается подобным. Рыбак и рыбака видит издалека. Понимаете? И когда люди говорят, вот у наших людей денег нет. Это у тебя денег нет, потому что ты херовый мастер. И не рассказывай мне, что у людей денег нет. Смотри теперь. Вот есть блок. Вот он ранее подстриженный. Вот сухой блок. Соединяю. В оттяжке на затылок соединяю. И одновременно градуирую. Во-первых, они у меня соединены были. Они, во-первых, у меня были соединены в горизонтальной оттяжке уже. Поняли? До этого. Помните, я срую сводил. Во-вторых, я в вертикальной оттяжке сейчас тоже соединяю. И это еще не все. Я еще пойду сейчас градуировать эту прядь. Видите? Вот так вот. Раз. Всегда захват на пробор. Всегда на пробор. И эта А точка, она у меня остается. Я ее не трогаю. А точку Б, вот она, я ее смещаю. Градуирую. Прядь. Видите, как я резко градуирую? Сильно достаточно. То есть у меня сильная оттяжка наверх. Пальцы сильно разорачиваю. Видите как? А зачем я градуирую? А чтоб легкие были волосы. Чтоб у лица тоже были легкие. И чем ближе к лицу, тем меньше градуирую. Оттягиваю на затылок. Потому что как раз у лица у меня практически все устраивало. А мне не устраивала плотность. Вот здесь. И вдумайтесь, как я говорю. Меня не устраивало не Веру, нашу сотрудницу, а меня. И я вас так учу. Вы должны как мастер говорить клиенту, меня это не устраивает здесь. Вот как у вас здесь волосы лежат, меня не устраивает. Вам хорошо? Ой, хорошо. А еще интересно. Постриг человек клиента, говорит. Ну что, как вам понравилось? Зачем ты это спрашиваешь? Конечно понравилось. Ну человек может сказать, а что скажешь, не понравилось? Ну так. И теперь... Конечно, после этого вопроса клиент начинает приспаливаться. Конечно. Значит человек сомневается сам, что он сделал хорошо. Человек говорит, ну так, теперь мастеру как будто в душу насрали. Ну зачем ты так спрашивал-то? А я скажу, в чем проблема. Почему вы так спрашиваете? А. Не уверены в себе. Б. Работайте для клиента. А работать вы должны не для него. Это задача есть такая, чтобы ему понравилось. Но надо жить сверх задачи. А сверх задачи так звучит. Вот Вера пойдет по улице, к ней подойдут, спросят у кого она стрелилась. Мой телефон спросит или нет? Я должен думать об этом. Так, что еще доделать? Блять, классно я сделаю. Люди со стороны посмотрят. Люди же некоторые понимают же. А вдруг у нее друзья есть модные, из которых вообще крутые. Блин. Что они подумают? Блять, классно, не классно? И насрать мне не нравится, не нравится. Я ее для других стригу. И вот когда я сделаю, классно. Все. Сейчас она пойдет. Вот кто у нее модные, те поймут. Все. Все, пока. Давай приходи в следующий раз тогда, тогда. Все. Я не буду спрашивать, понравится или не понравится. Я буду говорить, посмотри, как надо укладывать. А когда будет отрастать, будет текстурка, будешь вот так. А Сталинги лучше такие. Я буду вот так закрывать сделку на этих фокусированных вещах. А не на то понравилось, не понравилось. Учитесь. Еще раз теперь. Как делают неправильно? Как я смотрю этих людей? Чемпион мира, не буду назвать имя. Встал вот так, голову привинтил на палку. И вот так стрижет. Стоит здесь, стрижет вот так. Вот так сверху, на руке вот так. Вот так. Мы так не стрижем. Вот смотрите, всегда в кисть. Всегда я двумя глазами должен видеть, где работа. Вот соединил два блока. Вот стереозрение, это вот когда вот здесь, между двух глаз. Я вижу, ага. Форму вижу, объем вижу. Сместился. Все. Исказилась форма. Понимаете, о чем говорю? Когда я сзади краевую линию стригу, вот я как стою, вот стригу. Вот как стою. Прямо стою, смотрю. Если я стану сбоку, эта часть будет короче, это будет длиннее. Уведу. С этого богу стану, сюда уведу. Если я вот так буду стричь, а оттуда сюда как? Как оно ляжет вообще? И вот этот чемпион учит людей. Но ты талантливый. Ты умеешь делать. Ты это сто раз сделал. У тебя получилось, легло. А где нет, скажи, выключи камеру, Серега. Раз, 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 что-то постриг там. Ой, легло. А как ты человека научишь? У него этой чуйки нет. Этого опыта нет, и камеру выключить не получается. То есть я соединю, теперь просто градуирую. Зачем градуирую, вспоминайте? Потому что мне висок нужен потоньше. У молодого мастера есть проблема. Молодой мастер все, что умею, покажу на одной голове. И тут постригу, и там не надо ничего. Просто возьми волосы, простриги в технике Деметриус. Оставь все как было. Не пытайся удивить клиента. Вообще никого не удивляй. Делай свое дело. И каноны у тебя должны быть высокие. Каноны высокие. Должен сделать так, как это делает Деметриус. Как это в глянцевых журналах. Как это звезды Голливуда ходят. Красные ковровые дорожки. А удивлять клиента... Ой, сейчас я тут... А давай тут пятно накрасим. А давайте еще челку постригу. А давай сверху еще фонтанчик сейчас сделаем, чтобы объемчик больше был. Это пошлое и колхозное. Водопадик. Водопадик. И вот там третий блок сверху. Ловите. Вот. Смотрите. Вот он докуда доходит. Видишь? Вот он. Видишь? Вот он. Можно прямо отсушить сейчас как есть и будет круто. Вот как есть можно отсушить и будет круто. И вот я сделаю вот так. Смотри. Вот. С оттяжкой на затылок я уберу буквально сантиметра. Ну, видишь, длина последняя ушла меньше сантиметра. Вот оно где. Короче, поняли? Я всю массу оттянул на затылок. Просто проследил, чтобы она была. Видите? Мокрые волосы вот. Чтобы были короче. Короче, чем затылок. И все. Вот я сейчас еще тут дорабатываю. Вот это густовато, на мой взгляд. Над ушами. Вот это меня смущало. Вот это именно мы называем слоями. Когда нам делают замечание. Это не слои. Техника слои. Это видал сосуни. Мы не знаем, что такое. Техника слои видал сосуни. Вот вы видите слой. Вот второй слой. Вот третий. Видите? Вот это слои. А то, что они там стригут, я слоев там не вижу. Это они так назвали. Может так перевели на русский. Но это их проблема. Мы к ним отношения никакого не имеем. У нас термин слой имеет совсем другое значение. Как в пироге. У наших слои видно. Да. Как точно? Да. Если вы работу отсмотрите внимательно, она примитивная. Я ее сочинял на ходу, понимая, что было до этого, потому что до этого была Диметриус техника. И это все не нарушает никак технику Диметриус. Это техника Диметриус и есть. Просто это какие-то вот как пришло в голову в моменте. Вы если посмотрите заново, даже так в быстрой перемотке, вы легко сможете повторить это сделать. Это примитивная простая стрижка. Все действительно крутое, оно простое. Где просто, там ангелов соста. Где мудрено, там ни одного. Когда вы действительно поняли, то это просто. Когда вы видите заморочки какие-то вот в мокрой масти, тянут, стригут маленькими ножничками час, два, три. Об этом что-то много говорят, а потом расчесали, а там обычно какой-то горшок некрасивый провисший. Выдавая это за искусство, вас обманывают. Искусство делается легко и просто. Субтитры сделал DimaTorzok